Итак, сейчас сделаю обзор возможностей вот этого мощного пауэрбанка. То есть, как обычное зарядное устройство, через вот эти разъемы USB, Type-C, он справляется отлично. Но это, в принципе, любой пауэрбанк. Сейчас я покажу характеристики его. И самое главное, что мне нравится, исходя из его мощности, это то, что можно в эти автомобильные разъемы подсоединять различные приборы. Но чтобы подключить приборы от розетки, которые с обычной вилкой, я дополнительно приобрел инвертор, то есть автомобильный инвертор. У него здесь 150 Вт, вот характеристики. Приобрел, исходя из отзывов, по характеристикам она как раз подходит для этого пауэрбанка. То есть, здесь, как я сказал, максимально 180 Вт, а этот на 150 Вт. В общем, сейчас будем тестировать. Так, подключаю. Вот он загорелся. И включим лампочку. Это самое такое, что может быть необходимо, то есть, когда отключать электричество, чтобы был свет такой полноценный. Вот эта лампочка здесь 50 Вт. То есть, она считается такой мощной. Ох, как ярко! Прямо большое помещение можешь освещать. То есть, формула расчета, ну я в интернете узнал. Вот 96 тысячи миллиампер часов умножаем на 3,2 Вольт. Получается у нас 307 Вт. Далее 307 Вт часов, то есть, исходим из этого значения. И делим уже на потребляемую мощность приборов. Ну, в данном случае лампочки. То есть, 307 делим на 50. Получается у нас чуть больше 6 часов. То есть, 6 часов она должна работать. Так, убираю ее. Эта лампочка уже на 15 Вт. И она будет гореть 20 часов без перерыва. Точно такая же у меня в комнате. Итак, с лампочками тест завершен. Далее проверим зарядник. Короче, тестирование инвертора показывает, что он, не знаю, слабоват или что-то. В общем, нужно разобраться. В общем, с инвертором нужно разобраться. Что-то понять не могу. Вроде питание идет, подключаю приборы, вроде не такие мощные. Он загорается красный, и в этом режиме он не работает. То есть, он должен работать в зеленом режиме. Вот сейчас, как на лампочке. Сейчас лампочку сделать. Вот лампочка работает. Хоть и мощную включал нормально, а вот эти приборы что-то не хочет. Вон, красный. Все, он в этом режиме не работает. То есть, вентилятор крутится. В общем, буду с ним разбираться. Так, далее. Что бы я хотел протестировать? Печка. Вот такая печка. Автомобильная. Но она нам нужна, чтобы прогревать лобовое стекло. Обычно, да, используется. Вот так, либо держать. Такой простенький вариант. Я для теста взял. С ними нужно быть повнимательней. То есть, при включении. Не оставлять без присмотра. Ну, для безопасности. Он потребляет 150 ватт. Исходя из формулы, он должен работать 2 часа. Итак, вот я включил. Здесь есть режим. Вот он заработал. Где вентилятор. Вот сейчас включаю режим печки. И вот идет тепло. Нормальное такое тепло идет. То есть, напрямую от прикуривателя вообще без проблем. Если брать приборы разные. Более сейчас автомобильных вариантов очень много. Вот здесь у него нагревательный элемент. Вот с этой стороны. Тут вентилятор, который гонит уже воздух. Ладно, убираем. Так, а это кипятильник. Он потребляет, по-моему, там 120 ватт было. В интернете смотрел. Ну, вообще, такие автомобильные. Они все, они очень долго разогревают воду. И поэтому сейчас, ну, как бы на паузу сделаю. И потом посмотрим. Прошло 5 минут. В общем, видно, что вода начинает закипать. Уже вода, говорим, горячая. В общем, не буду ждать дальше. В общем, ясно. Кипятильник работает нормально. Так, выключаю. Провод теплый. Не сильно нагрелся. Все. Тест кипятильника пройден. Но этого достаточно, чтобы приготовить какой-нибудь напиток горячий. Но в моем случае я пью просто теплую воду. И для меня разогреть, ну, до теплого состояния будет вообще нормально. Ладно, убираем. Итак, очередной тест. Это вентилятор. Он потребляет 34 Вт. Посмотрим. Включаем. Первая. Вторая. Третья. Ну да, вентилятор хорошо работает. Вот как положено. То есть, находясь где-то в жарком месте, без электричества, можно уверенно пользоваться через инвертор, вентилятор. Ну, также есть вентилятор через прикуриватель. Тоже много вариантов разных. Но это как бы полноценный такой. А ну-ка проверим другой. То есть, у меня есть большой, который обычный, стандартный. Как будет работать. Ох. То есть, сейчас стоит на третьей скорости. То есть, максимальная. Мне кажется, от сети помощнее будет. Да, от сети помощнее будет. Потому что видно, он как бы не на полную мощность как будто. Так, все, выключаю. Так, далее. Еще один из главных тестов. Это для таких экстремальных условий. Если не будет электричества. Ну, нужен подогрев. Это вот такая простынь с подогревом. Размер ее 80 на полтора метра. Один сезон я ей пользовался. То есть, был период. То есть, в отъезде, когда я был. Такую простынь с подогревом используют. Либо дополнительно, чтобы было тепло. То есть, стелят на кровать. Либо в тех случаях, когда нет электричества. Но нужно обогреться. И вот она может выручать. Потребляет она. Вот в первом режиме 60 Вт. Во втором 105. Второй режим нужен, чтобы как бы быстро ее разогреть. И уже на постоянно делать 60 Вт. В общем, включаем. Вот, загорелся индикатор. Здесь режим 1. Я поставлю на 2. 2 это мощный. Помощнее. Чтобы разогреть. Так сразу не ощутишь. Потому что она медленно нагревается. То есть, при потреблении 60 Вт. Этой простыни хватит на 5 часов. То есть, на всю ночь может не хватить. Но в интернете я видел. Есть простыни, которые потребляют намного меньше. Ощущается прям тепло. То есть, можно уверенно простынь засунуть в спальный мешок. И дополнительно это будет хороший обогрев. Хорошее тепло. В палатке использовать. Так, ну что могу сказать. Я доволен. Далее я также продолжу тестировать. Ну все.